Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Спрячусь здесь, в опустевшей теплице, от дождя и холода, который, конечно, таки должен был прийти к нам, и вот он к нам пришел. Но поговорить я хочу с вами не столько на садово-огородную тему, хотя садово-огородная тема тоже будет звучать в этом выпуске. Я хочу поговорить с вами о странном случае, который со мной произошел. Относительно недавно я ни с того ни с сего подвергся какой-то безобразной хейтерской атаке. И самое удивительное, что эта хейтерская атака шла со стороны коллег, ну, можно сказать, коллеги блогера, садово-огородного блогера. Ситуация очень странная, потому что я никаким образом не упоминал, никаким образом не атаковал этого блогера. Ну, ничего такого абсолютно. Но реакция, на мой взгляд, абсолютно была неадекватная и абсолютно какая-то гиперреакция, гиперчувствительность какой-то бешеная абсолютно. А речь шла о том, что, конечно, очень многие блогеры живут и существуют и за счет того, и ради того, чтобы рекламировать, ну, какую-то продукцию, которая предназначена для садово-огородных дел. В этом нет ничего абсолютно зазорного, потому что каким образом иначе зрители, садоводы и огородники узнают о наличии определенного рода продуктов, которые могут помочь им в выращивании тех или иных растений для получения урожая. При всем том, конечно, в этой среде существуют, ну, как обычно, как порядочные, добропорядочные, так и беспорядочные какие-то блогеры, которые будут вам рекламировать вещи, которые, может быть, стоят очень дорого, не всегда вам нужны, не всегда высокого качества, не всегда обеспечивают вам действительно выращивание продукции, то, ради чего вы их покупаете. И, конечно, существует плюрализм мнений, разнообразные мнения на тему, вот это надо покупать, это не надо покупать, это лучше, это хуже и так далее. Ну, а люди уже в этом многообразии товаров для садоводства, огородничества и разбираются. Но здесь даже речь не шла о каком-либо продукте специфическом, просто блогер при продвижении продуктов серии Organic Mix она вызвала, ну, некоторую, ну, панику, не панику, но какой-то серьезный отклик от зрителей. Понятно, что зрители канала Иванова Наука смотрят как канал Иванова Наука, так и множество других каналов. И, конечно, они, чувствуя, ну, возможность получения экспертного ответа, экспертного взгляда на природу вещей, они обращаются ко мне с просьбой зрителей о том, чтобы я прокомментировал там то или иное явление в блогерской среде, те или иные факты, которые приводятся в пользу там тех или иных продуктов. И под атаку попал такой продукт, как суперфосфат. Значит, суперфосфат содержит в себе радиоактивные элементы, и суперфосфат облучает нас. И вот никогда мы, так сказать, им пользоваться не должны. А вместо суперфосфата, пожалуйста, покупайте вот такой вот продукт. Ни в коем случае не умоляю достоинств рекламируемого продукта. Все-таки, ну, я вообще его не касался, вообще никаким образом этот продукт не упоминался. Но я дал комментарии относительно того, что такое, когда человеку кажется, что его облучают невидимыми лучами, что там есть три варианта на самом деле. Три варианта. Первый вариант – это подлый вариант. Это когда человек знает, что никаких лучей нету, никакой опасности от этих облучений нету, ничего такого. Но он просто эксплуатирует вот эту радиофобию, которая есть у людей. Люди боятся радиации. Кстати, эта радиофобия очень сильно развита у белорусов после Чернобыльской катастрофы. Ведь Беларусь пострадала от Чернобыля сильнее всех других стран. И, конечно, в 1986 году шарахнул Чернобыль. И я тогда учился в шестом классе. И я хорошо помню все вот эти разговоры, страхи людей, переживания по поводу этой радиации. И, кстати, первым моим местом научным работы был наш Национальный институт радиобиологии Академии наук. И я, ну, как бы в силу своей профессиональной деятельности был немножко погружен в тему радиации, радиоактивности, радиационной безопасности. Я изучал накопление радионуклидов, генетическое, я же генетик по основной специальности генетик, селекционер растений. И я изучал накопление радионуклидов в различных генотипах сои. Ну, такая была работа. Ну, и вообще бобовых растений. Это было очень интересно. И будучи погруженным вот в этот материал, да, радиоактивность, радиоактивные элементы, связи с биологическими объектами, накопление, влияние и так далее, конечно, вот эта эксплуатация радиофобии людей, что вот они боятся, переживают за элемент радиоактивности, что все-таки какие-то радиоактивные элементы, изотопы содержатся в этом суперфосфате. Я, конечно, первое, о чем я сказал, что человек вполне может быть, что разбирается в теме, однако он просто эксплуатирует намеренно, лжет, намеренно эксплуатирует тему радиофобии для того, чтобы пропихнуть продажу каких-то товаров. Это первый вариант, когда человек может говорить, что вот вы облучаетесь или там я облучаюсь невыдимыми лучами, это опасно. Второй вариант – это просто незнание. То есть просто, ну, у человека у самого есть радиофобия, он прочитал, что там суперфосфат содержит уран, торий, там еще что-то, какие-то радиоактивные элементы. И дальше, будучи блогером, несет эту информацию в массы. Будучи сам напуганным, он также начинает пугать людей, не разобравшись в сути вопроса и в истинности этой информации. И третий вариант – это, ну, извините, есть такой симптом, симптом такого заболевания, как шизофрения, когда это и не подлость, и не дурость, а это просто состояние психики такое особое, когда человеку кажется, когда есть определенный бред и есть определенные такие, ну, как вам сказать, ну, симптоматика психического расстройства. Расстройство – это официальное, абсолютно официальное явление, да, когда это один из симптомов. Меня соседка облучает через стену невидимыми лучами. О, и здесь доктор должен сразу насторожиться, а не является ли это… Ну, то есть действительно ли там есть соседка, которая облучает, да, но 99,9% в периоде, а скорее 100%, что это психическое расстройство. Значит, вот есть три варианта. И, как бы, пожалуйста, зрители, выбирайте, какой вариант в этом случае является наиболее подходящим. Ну, и, соответственно, сделал вдогонку выпуск о радиоактивности удобрений, насколько действительно удобрения могут быть источниками радиационной опасности. Дозиметром измерил все эти удобрения, ну, и немножко поговорили об этом. И вот в ответ на это ни с того ни с сего я подвергся такой, ну, прям отвратительной хейтерской атаке. Ну, ладно, встреча с хейтерами для блогера является абсолютно нормальным явлением. Все люди разные, абсолютно разные. И среди людей есть люди откровенно нехорошие. Понимаете, немцы во времена Великой Отечественной войны открывали топки, значит, печей, где жгли людей, и газовых камер открывали, закрывали. Так их тоже мать родилась. Откуда ж они взялись? И сейчас, поверьте мне, и сейчас найдутся люди и в нашем обществе тоже, которые точно так же будут открывать топки этих печей и точно так же сажать туда живых людей и сжечь их. Точно так же, как в времена Великой Отечественной войны. Не надо думать, что немцы в этом плане чем-то отличаются от всех остальных народов. Нет, не отличаются. Все одинаковые. И среди сообщества людей, которые смотрят блоги, не только мой, любой другой, есть как хорошие люди, так и отвратительные люди, так и плохие люди. При этом большинство людей, зрителей, которые смотрят канал Иванова Наука, я охарактеризовал в относительно недавнем выпуске, когда был в гостях у Дмитрия Кострицкого, автора канала Дмитриев Са. К нам приходит компетентный зритель очень часто. Вот не знаю, наверное, так, вот у нас какой-то другой, мне кажется, другой зритель. При этом, читая сам пост блогера, который на меня накинулся с хейтерской атакой, я что там вижу? Я вижу там колоссальное неуважение к зрителю. То есть там вот все, весь маркетинговый ход направлен на то, чтобы напугать зрителя, вот эту радиофобию вызвать у него, с одной стороны. А с другой стороны, обвинить зрителя, обвинить того, кто читает этот пост во всех грехах, что именно он дурак. Вот он покупает суперфосфаль, значит он дурак. Ничего в этом не понимает. А покупать надо что-то совсем другое. Нет, извините. Зрители каналов про садоводство и огородничество совершенно не обязаны быть узкими специалистами в области агрохимии и физиологии растений, быть учеными-агрономами и в том числе разбираться в вопросах радиационной безопасности. Для этого есть компетентные блогеры, которым они доверяют и которые, так сказать, им об этом рассказывают и учат их безопасному земледелию. Здесь же, собственно, ну вот виноваты сами, те, кто читают, да, сами зрители этого канала. Это было очень неприятно читать. Но опять же, это же дело вкуса, да, кто-то это читает, кому-то нравится, кто-то не читает, кому-то не нравится. Я тоже не, понимаете, не яхонтовый и не золото вылет. Но кому-то нравлюсь, кому-то не нравлюсь, кто-то остро-отрицательно относится к моим выпускам. Это все абсолютно нормальное явление. При этом блогер дала чрезвычайно некрасивый комментарий в отношении уже меня лично. Если я нигде лично, никаким образом блогера не затрагивал, я лишь обсуждал информацию, которую она разместила в своем блоге, то уже блогер позволила себе чрезвычайно неприятные выпады в мою сторону. Ну то есть самый настоящий хейт. Я, конечно, не могу остаться в стороне, чтобы не прокомментировать этот хейт. Во-первых, на что я хочу обратить ваше внимание. На то, что блогер ни одного слова в своем комментарии, ни одного слова не написала о том, что она работает на благо зрителей. Что все, что она написала в этом посте, это только для пользы зрителей ее канала. Что она хочет оградить людей от опасностей, которые существуют в мире садоводства и огородничества. Что, несмотря на то, что суперфосфат очень дешевое удобрение, однако, по ее мнению, люди не должны, ничего этого нету. О чем ее комментарий? Деньги, 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 деньги. Только про деньги. Какой-то бред, абсолютнейший бред про то, что кто-то мне в чем-то отказал, кто-то меня там где-то отфутболил, кто-то мне там не позволил, каких-то денег не дал и чего-то еще. Какие-то выпады по поводу моего участия в выставке, что я теперь на выставку не смогу приехать, что как я буду в глаза ей про это говорить. Слушайте, я прекрасно приехал на выставку со всеми, с кем я хотел пообщаться и кто хотел пообщаться со мной, в том числе представители коммерческих фирм, мы со всеми пообщались. Если я, извините, перед кем-то там голым задом, ну нет, у меня все хорошо, там все замечательно с той стороны, но если кому-то я уделял максимум внимания, то это зрителям, которые пришли ко мне пообщаться, чтобы увидеть меня вживую, чтобы задать свои вопросы и получить на них компетентные ответы. 99% времени нахождения на выставке я исключительно общался по 8 часов в день, практически без перерыва. Я общался со своими зрителями, это в первую очередь. Что касается контактов с ЦИОНом, да, с представителями ЦИОНа, то у меня их не было от слова «никогда». Никогда ко мне не приходило никаких предложений о рекламе, в равной степени я никогда не обращался к представителям компании ЦИОН, у меня никогда не было с ними вообще никакого общения, тем более личного общения никакого не было. Поэтому блогер просто так распалилась в своем каком-то непонятном, неадекватном гневе, что позволило себе лживое утверждение. Впрочем, меня это не удивляет. Ложь, 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 эксплуатация каких-то некомпетентностей своих зрителей, ложь, ложь, ложь. Это просто, ну я не знаю, ну какая-то болезнь теперь, которая охватывает людей, да. Я не собираюсь обсуждать личные достоинства, недостатки каких-то людей, симпатии мои и антипатии. Если я обсуждаю что-то блогерское, то я обсуждаю советы, я обсуждаю компетентность тех советов, которые они дают. А у кого там носик маленький или у кого очки большие, у кого там еще чего-то там такое, я вообще это не обсуждаю. Я считаю это неприличным, абсолютно неприличным. Что касается того, кто мне отказал в рекламе, кто мне не отказал в рекламе. Да, вы знаете, меня действительно заваливают предложениями о рекламе тех или иных продуктов. При этом я гораздо чаще называю продукты, по поводу которых ко мне вообще никто и никогда не обращался. О рекламе, а уж тем более о каких-то деньгах или каких-то оплатах этой рекламы. ПФК Лерос, Биопак, там какие-то сорта, семена. Да бог знает какие продукты еще, огромное количество, о которых я говорю так или иначе. Там удобрения всякие от разных производителей. Вообще никто, никогда никаких контактов со мной не было. Конечно, были, есть и крупные предложения от крупных производителей товаров для садоводов-огородников. Но принимать их или не принимать их, пока на сегодняшний день я очень осторожно отношусь к тому, чтобы с экрана своего блога произносить информацию о товарах, в качестве которых или в эффективности которых я не уверен. Я не могу так, что давайте мы вам дадим, а вы про нас завтра скажете. Нет, ребята, я должен год, два, три со всех сторон их посмотреть, со всех сторон их испытать. Если они хорошие, я и бесплатно про них скажу. Никакой проблемы нет. Если они плохие, то я и за большие деньги о них ничего рассказывать не буду. Я, конечно, могу привести примеры, там какие-то там дать. Вот и эти обращались, и эти обращались, и эти обращались, и эти обращались. Но просто понимаете, это уже, ну зачем, для чего это необходимо? Для того, чтобы доказать, что я не продажный. Ну так и так, эти блогеры уже сжвало, стерли до корней от злости, потому что я не вписываюсь в их эту когорту бесконечной рекламы, каких-то товаров, которые продвигаются на рынок с помощью чрезвычайно агрессивного маркетинга. Я и так расскажу, если мне продукция нравится, и если она заслуживает моего доверия. Что ж, здесь вывод очень простой. И ещё очень интересная штука была, вот смотрите, есть три варианта развития событий, связанных с лучами, которые невидимы, которые нас облучают. Это или подлость, или дурость, или психическое заболевание. Но почему-то подсознание блогера, которая начала писать мне гадости в комментариях, почему подсознание блогера выбрало только третий вариант? Она ведь обиделась только на шизофрению, да, и посчитала это личным оскорблением. Хотя я в отношении неё никаким образом ни один из трёх вариантов к ней вообще никак не цеплял. Я эти три варианта цеплял конкретному явлению. Облучают невидимыми лучами, да. Почему она на себя приняла и обиделась на вариант шизофрения? Это очень интересно для такого психологического разбора. То есть варианты подлость и вариант дурость, они, ну, как-то не явились острыми, да, для человека. Человек их воспринял очень нормально. Это напоминает ситуацию из фильма «Любовь и голуби». Да, и мы все смеёмся, что сучка не являлась какой-то проблемой для героини Гурченко, а вот крашеная, о, это её задело уже конкретно. И здесь тоже ещё один повод задуматься вообще о том, что делается в голове у человека, как вообще человек смотрит на жизнь, да, и как вообще ему можно доверять, кто вообще может доверять такому человеку, который вот так неадекватно себя ведёт, и ни одного слова, ни одного слова о том, что он старается для блага и во благо своих зрителей. Только про деньги, только про выгоду, только про коммерцию, только про контракты, только про какие-то вещи, о которых я лично вообще не задумываю в своей повседневной жизни. У меня этого в голове вообще нету. Это какая-то такая маленькая и такая сопутствующая, такая сателлитная, которая где-то там далеко крутится. Тема вокруг меня, меня это вообще не трогает, не касается. Но почему-то блогер, ну, каждый же судит по себе. И блогер решила, что это, вероятно, та тема, которая заденет какие-то струны, тонко настроенные струны моей души. Да не заденет, она вообще никак, мне на это наплевать, абсолютно с высокой башни. Просто удивляет, насколько люди, насколько человек зациклен на этой теме денег-заработка, заработка-денег. И все, больше ничего нету, вот за душой ничего нету. Только деньги, 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 деньги. И больше ничего. Что ж, это, ну, просто маленькая иллюстрация того, в каком мире мы живем. И иллюстрация того, как, возможно, ну, вот устроено это блогерство на сегодняшний день. Меня это, конечно, не может не печалить, но, с другой стороны, у нас абсолютно свободное в этом плане пространство. И каждый человек может выбирать то, что по его уму, по его настроению, по его психотипу, то, что ему подходит больше всего. И вы тоже, конечно, должны смотреть и выбирать, безусловно. Но закончить мне мой выпуск хочется словами одного очень-очень известного и грамотного специалиста. Эти слова должны быть, ну, просто, я не знаю, где-то выбиты золотыми буквами. Где-то на, вот где написано YouTube, там, или Дзен. И после этого вот эти вот слова, они должны там быть просто выбиты золотом. Потому что они должны стать для вас главными, главными в жизни. Как только вы идёте в информационное пространство, сразу вспоминайте эти слова. Если вы рехнулись и едите, что попало, то вообще есть средства, как прочистить желудок. И они всем известны. Вот с мозгами всё то же самое, только не прочищается. Всё, что в мозг попало, там остаётся. Даже если вы силой воли решили, об этом я больше не думаю, никогда не вспомню. Это был мой позор. Всё, закрыла подвал вообще, камнем придавила. Мозг-то помнит. Из головы вы не можете это выкинуть. Поэтому, когда наступит какой-то момент, это вылезет оттуда. Поэтому, опять-таки, не смотрите ерунду, не читайте идиотские книги, не смотрите идиотские фильмы, не общайтесь с придурками. Это всё у вас в голове будет. Пожалейте себя-то. Свою голову пожалейте. Свою единственную жизнь вот этим барахлом заполнить жалко. Так что не советую. Что ж, дорогие мои зрители, на этом я прощаюсь. Прощаюсь с вами. Живите в мире, живите в радости и живите обязательно по уму. До самой скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова